ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ СТАНЦУ Сегодня уже будете спокойны? Наверное. Еще один Александр рассказывает, что на диагностическую станцию торопился не под влиянием ажиотажа, а по плану. Истекает срок прохождения техосмотра. За рулем гомельчанин почти четверть века. И безопасность на дороге, которая в том числе зависит и от состояния автомобиля, всегда на первом месте. Сколько ждете в очереди? Ну, часа два-три где-то так. Какой вы были по счету? А я даже не считал так, сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что, говорят, всегда прохожу как положено техосмотр и решил, вот срок заканчивался и решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходили. Да, чтобы проблем не было нигде ни на дороге, ни с ГАИ. Ну, чтобы не нарушать ничего правила. На диагностику автомобиля уходит до 18 минут. За это время нужно проверить более 30 позиций. Чаще проблемы находят в рулевом управлении и тормозной системе. Инженер-диагност Виталий Бережко такого потока машин на диагностической станции не припомнит. В декабре, говорит, было втрое меньше. Сейчас 110-120 машин в день. С начала вашей сегодняшней смены какая машина уже у вас? Ну, по счету я сказать не могу, потому что, ну, где-то на двоих около 70 машин уже проверили. То есть... Непривычно много? Ну, да. То работали не спеша, а сейчас нагрузка немножко увеличилась. Ну, мы думаем, справимся с этой задачей. На станции говорят, что на техосмотр активно начали приезжать автовладельцы, которые годами его не проходили. На вопрос, почему, объясняют, что машина, например, долго была неисправной. Но сразу видно, что дело не в этом. Ну, у нас такие есть. Вот люди приезжают с 16-го года даже. Они проходили, задаем вопрос, почему вот, где вы были эти годы? Он говорит, что у меня машина была сломана. А машина там, смотришь на нее, она где-то как с салона она, можно сказать. Ну, то есть отвязали дорожный сбор, люди поехали. Сколько составляет сейчас прохождение техосмотра? Ну, вот как эта машина легковая, она работает двигатель бензиновый, значит, 23 рубля 70 копеек. И плюс допуск? Допуск 8,70. То есть теперь это стало вполне бюджетно, можно всем пройти техосмотр наконец? Конечно, я так думаю, что да. Бум на прохождение техосмотра не падает. Мы обзваниваем диагностические станции раз в несколько дней. Буквально везде в эти январские дни машин в 2-3 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И общая статистика по выданным допускам к дорожному движению впечатляет. За первую декаду января 2021 года нашими сотрудниками, инженерами по допуску было выдано более 7,5 тысяч разрешений. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель составлял всего лишь 2100 разрешений. Рост у нас составил более 220%. Несколько дней на диагностических станциях Беларуси были перебои с выдачей сертификатов на прохождение техосмотра. Бланков просто не хватало. Люди тревожились, не оштрафуют ли. Так вот, нет, сообщили нам в госавтоинспекции. Вообще же допуск в бумажном виде – это прошлый век, говорят в филиале Белтехосмотра по Гомельской области. Очень скоро все будет исключительно в электронном формате. Вся информация об прохождении техосмотра, о допуске его к участию в дорожном движении есть в электронной базе нашего предприятия. Любой сотрудник ГАИ может проверить и убедиться, что автомобиль эксплуатируется с допуском к участию. Кстати, чтобы не мучиться в долгом ожидании в живой очереди, записаться на техосмотр можно онлайн. Пока не все диагностические станции могут предложить такую услугу. Но специалисты филиала Белтехосмотра по Гомельской области уверяют, что эта проблема будет решена в ближайшее время. С нашими собеседниками мы несколько раз говорили о том, что записаться на прохождение техосмотра можно онлайн. А сейчас расскажем, как это можно сделать. Например, находим филиал автобусного парка номер 1. Здесь есть диагностическая станция номер 37. И онлайн-запись на прохождение техосмотра. Далее находим первое свободное время. Оно у нас есть на 27 января 15.00. И записываемся для этого, оставляем свои контактные данные. И в назначенное время приезжаем на техосмотр. А еще в ГАИ напоминают. Ни у кого нет цели штрафовать даже за отсутствие самого техосмотра. Эта отметка нужна не государству, а самому автовладельцу и его пассажирам. Жизнь и безопасность своя и близких дороже времени, которая тратится на прохождение этой процедуры. Есть водители, к сожалению, которые не следят за своим транспортным средством. И вот для этого необходимо проходить государственный технический осмотр, где специалист уже определит неисправность, к которой нельзя эксплуатировать данный автомобиль. Но автовладельцам важно помнить не только про техосмотр. Вовремя необходимо платить и новый транспортный налог. Его ставки в сравнении с госпошлиной будут ниже. Те, кто в прошлом году эту сумму уплатил, транспортный налог до окончания ее действия платить не будут. 2021 год является переходным годом. То есть в этом году уплата будет произведиться на основании извещения налогового органа. И она составит для всех транспортных средств одинаково одна базовая величина. В последующем, в 2022 году, налоговыми органами будет производен пересчет в зависимости от времени пользования транспортных средств, от категории транспортного средства. Будет зачтена та одна базовая величина, которая была уплачена в 2021 году в качестве авансового платежа. И налоговыми органами будет опять-таки направлено каждому владельцу извещение налогового органа, по которому ему надо будет уплатить с конкретной суммой и сроком уплаты. Срок уплаты в 2021 году не позднее 15 декабря. Одна базовая величина. А по 2022 году это уже не позднее 15 ноября. Так как контролировать эти платежи будет налоговая инспекция, увильнуть от них вряд ли получится. Марина Северьянова, Валерия Гопанько. Новости недели.